Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важные, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции Репортер 73. Итоги подведу я, Вера Мещерякова. Здравствуйте. На прошлой неделе Алексей Русских принял участие в Совете ПФО. Палпредпрезидента Игорь Комаров провел заседание в Ижевске. Главными темами стали развитие экономики регионов, поддержка населения и бизнеса в условиях санкций. Особое внимание рынку труда. Нельзя допустить даже риска массового увольнения. В Ульяновской области сейчас активно идет набор сотрудников на одной из флагманских предприятий. Авиастару только в этом году требуется полторы тысячи новых сотрудников. Не менее тысячи в последующие годы. Клич кинули и тем, чей работодатель покинул территорию страны. Высвободившимся сотрудником компании резидентов промзоны Заболжья. Тем временем другие компании активно включились в повестку. К вхождению в будущие три промтехнопарка уже готовы несколько предприятий. Кроме того, на Иннопроме, где впервые озвучены планы по созданию новых площадок, регион утвердил свой курс на импортозамещение и межрегиональную кооперацию. Тем более, наработки в этом ключе уже есть. Резиденты наших экономических территорий в таком сотрудничестве заинтересованы и четко видят новые для себя перспективы. Лего ушло и не обещало вернуться. А достойным аналогом уже является разнообразная продукция международной группы компаний «Полесье». Один из филиалов расположился на базе Димитровградской инвестиционной площадки. А это 28 тысяч квадратов. Парк термопласт-автоматов и 230 рабочих мест. Для радостных потребителей 4000 наименований игрушечного ассортимента. Куклы и машины, самокаты и скейтборды. А еще многообразие конструкторов и в перспективе игрушки, созданные по мотивам взрослой техники российского производства. Для нас, кажется, это очень важная такая история, потому что в этом случае у наших российских детей появляется возможность с самого раннего детства играть игрушками именно нашими российскими. Нашими российскими КАМАЗами, Уралами, комбайнами «Ростельмаш». Надеемся, что в ближайшие полгода мы начнем выпуск вот таких новых игрушек. Яркая продукция уже востребована в 78 странах мира, а в ближайшее время производство увеличится минимум втрое. Существенное расширение ожидается и у другого резидента инвестплощадки – Димитровградского арматурного завода. Ему всего два года, а продукция, изолированные провода, успешно реализуются и приносят ежемесячную многомиллионную прибыль. На сегодняшний день Димитровградскую инвестиционную площадку заселяет 32 резидента, но количество желающих гораздо больше. Нужны помещения, и как раз-таки вот эти, которые пока в плачевном состоянии, будут преобразованы. И на все это, на модернизацию, выделяются крупные средства. Транш в размере 200 миллионов рублей – это средства как областного ульяновского бюджета, так и от частного инвестора. Если все пойдет хорошо и деньги будут выделены вовремя, то реальные преобразования произойдут уже через год. Два этажа, 26 тысяч квадратов, найденные арендаторы и как минимум 80 новых рабочих мест. И все это потенциальное бизнес-пространство. Для того, чтобы сделать все, нужно сначала все снести, поэтому демонтаж всех этажей будет сделан. Между перекрытиями очень много отверстий, их тоже нужно заделать. И только после этого уже отремонтировать часть помещений. Все будет, ведь именно сейчас время возможностей. Ключевой посыл главы региона Алексея Русских услышан, пойман и подтвержден документально. В начале июля на международной выставке Иннопром губернатор Ульяновской области и генеральный директор ПАО КАМАЗ Сергей Кагогин подписали дорожную карту по дальнейшему развитию Димитровградской площадки. Ожидаемый транш в 200 миллионов поспособствует в первую очередь реконструкции и модернизации пустующих корпусов. Туда придут новые бизнесы в планах создания российского центра компетенций по автокомпонентам. КАМАЗ тоже заинтересован перевезти из набережных Челнов часть производства Димитровграда. Нам очень нравятся рабочие силы, качества, профессиональные специалисты. Ну и особенно, конечно, хорошо, что всего 400 километров расстояние не так далеко возили. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Начало этой недели выдалось тревожным. Минувшие выходные ознаменовались сразу несколькими крупными ЧП в масштабах области. Пожар на заправке в Кузоватого обошелся без жертв, но нанес серьезный урон здоровью пятерых человек. Троих в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать. Еще одно резонансное происшествие пережили воспитанники лагеря Волжанка. Среди ночи в спальню ворвался неадекватный мужчина, дебоширил, издевался над беззащитными детьми. К счастью, непоправимого не произошло, если не считать психологического потрясения, с которым теперь придется справляться как детям, так и их родителям. Еще свежи в памяти апрельские события в Вишкайме. Не прошло и года, даже полгода, как посторонним вход вновь не воспрещен. Где была охрана, которая должна круглые сутки стоять на боевом посту? Вопрос риторический. Денег на ночную стражу якобы не заложили, якобы бюджет строго ограничен. Виновных в попустительстве определят и, несомненно, накажут. Но буквально на следующий день на территорию лагеря попыталась попасть наша съемочная группа и открыла множество нетривиальных возможностей сделать это легко и непринужденно. Сделаны ли выводы ответственными и каков актуальный расклад по случившемуся, расскажет Татьяна Домоданова. Предварительно говорить очень сложно, потому что, может быть, кто-то его правил, этого человека. Но в целом, конечно, не должно быть такого, что взрослые приходили, а если бы у него оружие было или еще... Я вижу, что психолог зашел, это правильно. После ЧП в Волжанке в минувшие выходные психологическая поддержка требуется, пожалуй, не только непосредственным участникам – детям, родителям, педагогам, но и сторонним наблюдателям. Многие, что называется, примерили ситуацию на себя и собственных отпрысков. А что если бы моего ребенка, незнакомый пьяный человек, бил, целовал, строил в шеренгу, и все это внезапно, под покровом ночи, в месте, казалось бы, защищенном детском лагере. Не прибежала никакая охрана, как пишут в соцсетях и везде. То есть у него было очень много времени, чтобы натворить вот эти вот дела. Вожатые. Ну, в какой-то определенный момент времени они, видимо, встали у него на пути. Ну, когда он уже прошелся по всем комнатам. Одни утверждают, что все деяния дебошира заняли не менее двух часов. А вот другие, например, руководство лагеря, указывают совсем иной хронометраж происшествия. От начала инцидента до момента задержания нарушителя прошло от пяти до десяти минут. Нарушителя поместили в охраняемое место, где под присмотром сотрудника в ЧОП он и находился до момента прибытия полиции. Тревожная кнопка сработала, агрессора забрали. Следственный комитет, в чьем ведении дела, тут же определился с мерой наказания. Мужчине, который совершил хулиганские действия в отношении детей в детском лагере, предъявлено обвинение. По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован. Расследование уголовного дела продолжается. Допрашиваются свидетели преступления. Сейчас сидит, это понятно. А вот как попал на территорию, имеющую утвержденный паспорт безопасности, просматриваемую многочисленными видеокамерами, до сих пор главный вопрос. Даже будучи человеком далеким от спорта, я сразу вижу тот путь, по которому можно беспрепятственно проникнуть в лагерь. То есть, например, шлагбаум. Если ногу поставить сюда, далее сюда, и затем легко перемахнуть через забор. Он совершенно невысокий. Посмотрите. Как нам рассказали очевидцы, или то, что он подходил к воротам КПП, вел себя агрессивно, пытался проникнуть на территорию. Ну, как бы его остановили. Отправили в Освояси, но никто не проконтролировал. И он, пройдя какой-то промежу... вдоль территории, он где-то успел, видимо, перелезть через забор. Хочу напомнить, что мы все-таки детский оздоровительный лагерь. Поэтому призываю мыслить здраво. Глухой пятиметровый забор с колючей проволокой, свойственный несколько иным видам охраняемых объектов. Ограждение в детском оздоровительном лагере должно быть безопасно для детей и иметь соответствующую эстетику. Нескольких детей родители забрали досрочно. Для остальных вторая смена завершилась в положенное время – 14 июля. Руководство создало оперштаб для изучения ситуации и разработки дополнительных мер безопасности. Проверочные рейды уже проводятся и в других круглосуточных лагерях региона. За сезон в них отдохнет порядка 18 тысяч несовершеннолетних. Расследование ЧП в Волжанке продолжается. Поймите, что негативная шумиха зачастую может подниматься людьми, которые даже не имеют к лагерю никакого отношения. А есть другая категория людей, которые не любят вникать в подробности. Зато ой, как любят сразу повесить клеймо на весь педагогический состав и сотрудников ЧОПа. Поэтому я прошу всех с пониманием отнестись к данной ситуации. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. По следам Волжанки. Региональное министерство просвещения начало серию проверок летних загородных лагерей. Как там обстоят дела с безопасностью воспитанников. Работают ли тревожные кнопки, есть ли кому их нажать в случае ЧП. Куда, наконец, идут бюджетные средства, которые закладываются в первую очередь на безопасность отдыхающих школьников. Вместе со специалистами профильного ведомства в один из загородных лагерей отправилась наша съемочная группа. Итоги визита в следующем материале. Эхом недавнего ЧП в Волжанке стали проверки безопасности детских лагерей. В спортивно-оздоровительной «Ласточке» оценили высоту заборов, количество камер и другие меры, которые не дадут поставить ментальное и физическое здоровье ребят под угрозу. В этом году мы сделали новое ограждение нашего лагеря, необходимой высоты. Также поставили дополнительные камеры. Сейчас на данный момент у нас более 20 камер в лагере. Заключили договор непосредственно с ЧОПом. Пусть в нашем лагере присутствуют два охранника круглосуточные. Дополняют картину три сторожа, дежурный воспитатель, который совершает обязательный ночной обход территории, и две тревожные кнопки, по нажатию которых должен оперативно прибыть экипаж полиции из старой майны. В основном лагерь соответствует категорированности. В ходе проверки была осмотрена документация. Даны рекомендации по устранению выявленных, будем так говорить, нарушений. Это в плане того, что необходимо приобрести переносные кнопки тревожной сигнализации. Сейчас в лагере находится 132 ребенка от 7 до 17 лет. Таких мест отдыха в регионе 27. В течение недели комиссия должна проверить каждый из них и удостовериться в том, что оздоровительные лагеря оправдывают свое название. Вячеслав Новожилов, Юрий Давыдов, репортер 73. Традиционно в середине лета Ульяновская область терпит стихийное бедствие. 13 июля ураган обрушил удар на Новомалаклинский район. Пострадали несколько населенных пунктов, как жилые районы, так и муниципальные учреждения, а также местные аграрные хозяйства. Регион подсчитывает ущерб и принимает решение о материальной помощи. Накануне пострадал областной центр. Упавший на линии электропередач дерево оставило без электричества несколько сотен домов в Заволжском районе. Жители провели больше 12 часов без света в ожидании, пока аварийные службы соберут все необходимое для исправления ситуации. И завершается рабочая неделя еще одним ЧП, но уже техногенного характера. Утром 15 июля прямо на рельсах вспыхнул трамвай. Жаркая поездка выдалась у пассажиров трамвая номер 15. В 7.15 кабину общественного транспорта, следовавшего по улице Карла Маркса в районе Воскресенского кладбища, заполнил дым. На кадрах, снятых очевидцами, видны искры и огонь, исходящий из-под колес трамвая. Предварительная версия произошедшего – короткое замыкание электропроводки в результате намокания. В момент задымления в салоне находилось небольшое количество человек, все они были оперативно эвакуированы, соответственно, никто не пострадал. Вагон старый, возможно, старая же неисправность дала о себе знать. Татру отбуксировали на ремонт. Насколько фатальными оказались повреждения, не сообщается. А тем временем Ульяновск намерен модернизировать транспортную систему города. До начала 2023 года закупить и выпустить в рейсы 150 новых автобусов среднего класса, заместив ими набившую оскомину, нарушающие графики, маршрутки. 150 автобусов для города полумиллионника. Это много или мало? Годом ранее, в августе 2021-го, речь шла о сотне автобусов, но плюсом 50 трамваях и 30 троллейбусах. Глава региона тогда сделал акцент – автобусы нужны и области. Не менее 140 единиц. Но пока что основное внимание приковано к областному центру. Все-таки лицо региона и, к слову, в других субъектах центральные города, даже меньшие по площади и по численности населения, как-то разъезжаются на городском транспорте. Вывод – было бы желание. А за год уж точно городские управленцы могли что-то поменять в лучшую сторону, а не ждать, пока само собой скатится туда, куда скатилось. Накануне глава Ульяновска Дмитрий Вавилин отчитался о том, что за год все-таки удалось сделать. Это первое хождение в народ первого лица города. И в этом качестве, и из серии запланированных. Вместе с земляками отчет заслушал Вячеслав Новожилов. Ему слово. На встрече с жителями Нового города глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подвел годичные итоги работы администрации. Рапорт об успехах и планах управленческой команды перемежался с текущей, горящей и досаждающей ульяновцем повесткой. Проблемы с общественным транспортом, возможностях построить школу, организовать детскую площадку в парке Маргелово. Мусорные контейнеры установлены на проезжей части, значит мусорный бак сожгли, требуется перенос и благоустройство. Просим уравнять тарифы на электроэнергию. То есть видите, какой спектр проблем один житель нам с вами, скажем так, открыл. Поэтому Владислав Владимирович, Ермаков Александр Сергеевич, Кудажиков Александрович, берем обращение в работу. И что называется, то, что можно сделать очень быстро сейчас, в течение 10 дней мы должны сделать. Оперативно раздавая поручения главам профильных ведомств, Дмитрий Вавилин реагировал и на вопросы из ЗЭЛа. Затем по мусорам, по всем площадкам, на верхней террасе, я много прошла, посмотрела. Грязь не убирается, не подметается, не выгружает мусор и до свидания. На Жуковского, Трава Никошина, Рябинка, такие хорошие, хороший скверик, ничего не делается. Ну когда-то порядок-то должен быть или как? Что касается полупокосных территорий, Ермаков Александр Сергеевич, не вижу, здесь зафиксировали. Сколько надо времени по обозначенным адресам и улицам? Следующая неделя. Есть. А в фойе Дворца культуры жалобы жителей принимали все ведущие городские чиновники. Управление ЖКХ, дорожного хозяйства, образования и градостроительства собрали богатый урожай просьб и пожеланий. В итоге руководители управления дали ответ. Проблемы будут решены. Кусочки около администрации, кусочек небольшой, там одни ямы, около плаза и около оптимуса. То есть там дороги платят. Чтобы их сделали? Да, конечно. Они муниципальные, дороги, но очень решают. Самый центр. Впереди формирование бюджета областного центра на 23, 24 и 25 годы. Его приоритеты, по словам градоначальника, будут расставлены с учетом обратной связи от жителей Ульяновска. С уверенностью в том, что связь не подведет, Вячеслав Новожилов, Бахтиер Салтанов, репортер 73. Пока глава города встречался с жителями, в отдалении от Дворца творчества детей и молодежи в поселке Мостотряд обострилась многолетняя проблема. Улицы буквально заливает во время сильных дождей. Долгожданные осадки после затяжного жаркого периода обернулись стихийным бедствием. В нашу редакцию с криком о помощи обратилось сразу несколько человек. Цитирую, вы наша последняя надежда. Обошли все инстанции толку ноль. Смывает водой в перемешку с грязью. Это уже не потоп, а настоящий сель. Павел Петриков откликнулся на сигнал СОС из погружающегося в мутную жижу поселка и отправился искать ответ, наставший вечным для Мостотряда вопрос, до каких пор городские власти будут игнорировать проблему района города. Вот эта лопата черпала вот так воду, чтобы она ко мне домой не зашла. И вот эта вся грязь, я диабетик второго типа, и вот эта вся грязь мне на ноги, у меня теперь язва на ногах. Вот с этой стороны вот у меня там. В том году я на махту боролся там. На этих кадрах не горные реки Абакана или Миссури, а улицы поселка в черте города. Так выглядел местный апокалипсис, случившийся не первый раз. Местные жители с горечью вспоминают, проблема началась после постройки второй очереди нового моста. Вот тогда ливануло как надо. Смывает дорогу, а вот тут, наверное, скоро оползень случится, тогда всему Мостотряду не поздоровится. Не здоровится поселку Мостотряд уже сейчас. Первая волна подтоплений накрыла территорию 23 июня. Перепуганные жители позвонили в службу спасения, в администрацию, в дорожные службы. Помогите, вода уже у порога. Каких-то решительных действий, что уж там даже внятного ответа не последовало. На следующий день приехало двое человек, они обошли дома, посмотрели. Вода у нас здесь песочная почва, поэтому она уходит. Они пришли, луж больших нет, развернулись и ушли. Ровно через неделю, первого числа, когда были грозы и ливни, нас затопило так, что уровень воды поднялся до опасного значения, миновав пороги, затекая в дома местных жителей. Видеосвидетельства не убедили прибывших экспертов. Сейчас же относительно сухо, значит, проблема сумма устранилась. 14 июля дождь обрушился с двойной силой, размыло практически всю территорию поселка. Некоторых жителей буквально запечатало в стенах собственного дома. Приезжала полиция, приезжал МЧС, смотрели, что как. Ну, в принципе, ничего. Сказали, что все решат, все будет нормально, но почему-то нас опять топит и топит. И вот как вы справляетесь, скажите, я вижу, вы досточку тут такую положили, хоть как-то что-то порог. Ну да, ну как-то нужно. Я же и кушать хочу. Именно его дом тогда оказался в плену стихии. Вызволить Александра удалось с приездом полиции и при помощи автомобиля. Кстати, вот откуда вода бурным потоком стекает в поселок. Прибывшим работникам на это указали. А те отработали так, что стало еще хуже. Было сделано только, завезли вот этот грунт, который можно назвать мусором строительным, илом и немножко песка. И вот этот весь вот этот ил понесло к нам в поселок. Более ничего не было выполнено. Поднимаемся выше, ко второй развязке моста. Тут картина еще безнадежнее. Например, вот цепь управления насосами лежит, оторванная. А это пульт управления насосами. Судя по сигналам, тут что-то не так. Вот когда я пришел сюда, здесь находились рабочие специалисты. Я у них расспросил про этот пульт. Они мне сказали, что вот эта лампочка, которая вверху мигает, это показывает, что пульт управления насосы находятся в аварийном состоянии. А вот которая внизу, лампочка мигает, она показывает, что первый насос, первый насос, он не работает. Чуть позже городминистрация прояснила ситуацию. Это все из-за засора. В ночь с 14 на 15 июля специалисты обнаружили, что ливневый колодец, собирающий стойки со всех дренажей дороги и отводящий их далее на канализационно-насосную станцию, забит досками и мешками. Сами дренажи заилины. Почему довели это такого состояния? Оказывается, этот участок дороги второго пускового комплекса президентского моста передан на баланс муниципалитета неделю назад. Техническая документация поступила лишь 14 июля, как раз перед ливнем. Пообещали в ближайшее время выработать меры по предотвращению дальнейших подтоплений. Минздрав региона пока без главы. Официально нового руководителя ведомства пока не называют. Его обязанности исполняет Олеся Колотик-Каменева. Тем не менее, отсутствие министра не избавляет подведомственные структуры от обязательств выполнять свои основные задачи. Оказывать медицинскую помощь населению в срок и исполнять взятые обязательства по модернизации всех служб. На этой неделе региональный парламент утвердил новшество бюджета на текущий год. Отрасль здравоохранения получила прибавку почти в 589 миллионов рублей. Из них 263 средства федеральные. Деньги пойдут на строительство инфекционного корпуса детской областной больницы. Стройматериалы, известно, подорожали. И такая прибавка более чем полезна. Также 217 миллионов направят на переоснащение реабилитационных медучреждений. Добавят и на лекарственное обеспечение льготников. Итого, госпрограмма развития здравоохранения в нашем регионе получит на текущий год более 13,5 миллиардов рублей. Продолжается обновление детских поликлиник. Все они постепенно приходят к новому стандарту оказания помощи. Помимо внешнего преображения и качественно нового оборудования, внедряются правила приема пациентов. Тему продолжит Александр Злобин. Детские поликлиники в нашем регионе на рельсе нового стандарта оказания медицинской помощи стали в 2016 году. Опорными точками проекта для детского звена стали четвертая и седьмая. В каждом из филиалов установлен ящик сбора предложений и идей. Раз в месяц происходит выемка предложений из этих ящиков, происходит сбор комиссии по премированию, то есть рассмотрение этих предложений. На комиссии сотрудники, которые ранее участвовали в бережливом производстве, знают, каким образом это все работает. То есть они могут осмотреть, оценить качество подачи предложений и будет ли оно эффективно. На примере четвертой поликлиники можно проследить, как бережливые технологии благотворно влияют на работу учреждения. Такие, на первый взгляд, небольшие улучшения, как перпендикулярные стенам номера кабинетов, памятки на дверях, облегчают пациентам поиск нужного специалиста. Упростился алгоритм работы самих сотрудников. Как следствие, прием занимает меньше времени. Серьезным изменением подвергся кабинет колл-центра. Выработаны чек-листы ответов на часто задаваемые вопросы. Нам очень понравилась концепция бережливого производства, так как это улучшает нашу работу. И на основе этого мы начали несколько проектов. Один из них был проект «Картохранилище». Мы работали с картами амбулаторными и присвоили каждому участку свой соответствующий цвет. Соответственно, основываясь на этой концепции, мне пришла идея улучшить работу картотеки прививочного кабинета. Теперь на карточках есть цветовая маркировка, благодаря которой сразу видно, к какому участку она относится. Дальше не было. Раньше нужно было увидеть адрес, знать, к какому участку относится адрес. А теперь сразу по цвету раскладываем нужный конверт. Мебель теперь тоже стоит по-другому, но также в соответствии со стандартом. Все для того, чтобы сократить количество действий персонала. Меньше затраты энергии, выше продуктивность работы. Посчитали специалисты, согласились и оценили сотрудники. Первые шаги на большом пути к полному выполнению плана нацпроекта «Здравоохранение». Медицина должна быть доступной и удобной, и качественной. Детская поликлиника эти шаги делает уверенно. Александр Злобин, Сергей Рябухин, репортер 73. Мы 15 лет с вами. Пока небольшой, но очень знаковый юбилей отмечает региональный телеканал Ульяновской области. Вместе мы рассказываем о происходящем, делимся самым важным, ищем ответы на острые вопросы и радуемся успехам. Оставайтесь с нами и участвуйте в нашей викторине. С репортером всегда интересно. 15 лет в эфире. Репортер 73 со зрителями всегда вместе. Удивляет, дарит, радует и объединяет. До 10 августа на сайте телеканала правильно отвечайте на вопросы викторины и отправляйтесь вдвоем в путешествие по Санкт-Петербургу. Подробности на репортер 73.тв Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Напомним, телефоны 304173. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова